Meizu Note 8. Это тот смартфон, при помощи которого компания хочет составить конкуренцию таким смартфонам, как Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro, Honor 8X. А вот насколько это у него вышло и достаточно ли он хорош? Сейчас посмотрим. Вы на канале Smart Plus. Поехали! Первое, в чем они конкурируют, это, конечно же, цены. Еще недавно на Алиэкспресс я заказывал его по цене в 181 доллар. Сейчас же я смотрю, есть и за 166. И это глобалка на 4,64 гигабайт памяти. Есть и китайцы дешевле, но я вам не советую. Оно того не стоит, поверьте. А также они доступны в России и Украине официально. Цены немножко выше, чем на Алиэкспресс, я смотрю. Но плюс, что есть гарантия и по месту. И вот то, о чем я говорил. Заходим в сервис для сравнения цен и смотрим. Meizu Note 8 и Redmi Note 5 примерно в одну цену, если брать наши магазины. А вот Redmi Note 6 Pro и Honor 8X уже стоят дороже. Тут же можно при желании и отличия посмотреть. А главное, есть выбор, где купить. В Китае или у нас. И все ссылки на глобалочку Meizu Note 8 я оставлю где? Правильно, в описании. Тем более, что цены еще должны падать. Получаем, если глобалка из Китая, его вот таким, запечатанным из завода. Поскольку продавцу ничего не нужно было устанавливать, ни гугл сервисы и перепрошивать не нужно было. Если посмотреть на заднюю часть коробки, о чудо, украинский язык. Вернише, украинская мова. Потому мы делаем вывод, что это именно та глобалочка, которая должна была поехать в какой-то официальный магазин Украины. Но, видимо, часть отжали продавцы из Алиэкспресс. Открыв коробку, достаем вот такого красавца в пленочках. Спереди непрозрачное, синее. Снимаем и вуаля, экранчик. И сразу включаем. Также снимаем заднюю пленочку. Ну и наконец-то свершилось. Я держу в руках полностью металлический, не глянцевый смартфон. Вот скучал я за этим. Взгляните, отпечатки так не пристают, как к современным смартфонам. Кто аналитик по натуре, тот прекрасно понимает, что блестящий глянец с яркими цветами – это лишь для того, чтобы приманить ваш взор к витрине магазина. А на практике отпечатки и царапины на корпусе – то, чем платят за эту красоту пользователей. Но еще кое-что из особенностей. В комплекте жаль, но чехла нет. А вот зарядник с поддержкой быстрой зарядки. Первое включение и, конечно же, настройки. Все нужные и ненужные языки на месте. Сходу сразу видим, что Wi-Fi поддерживает Dual Band. У меня роутер раздает в двух диапазонах. Также предлагает много чего лишнего смартфон. А вот отпечаток пальца сразу добавляем. Все. Рабочий стол. И сходу вижу, что дисплей классный. Но давайте по порядку. В общем, тут у нас матовый металл. В моем случае сдержанность синий. Взял специально такой, на нем меньше видны отпечатки, чем на черном, например. Вверху и внизу есть выводы под антенны. В ряд сверху вниз – двухцветная вспышка, двойной модуль камеры и непривычно небольшой сканер отпечатка пальцев. Который, кстати, очень редко ошибается. И быстро будет смартфон. На нижнем торце тоже все довольно удобно. Динамик, который вы не закроете при просмотре YouTube. Микро-USB вход для зарядки. Подчеркиваю, да. До сих пор их ставят в средний класс. Но уже немного осталось. И тут же у нас вход по 3-5 миниджек. Второй микрофон шумоподавления. Ты где? Сверху нет. Хм, может это? Нет, вас не обмануть. Беру прямо настоящую скрепку по приколу. И открываю лоток под сим-карты. Он комбинированный. Две симки или одна симка плюс карта памяти. Спереди у нас экранище на 6 дюймов. И сразу смотрим. Красота. Никаких тебе выступов и нарушений симметрии. При этом рамки не очень большие. Довольно аккуратные. И еще одна фишка, на которую я обращаю ваше внимание. Смотрим на скругления дисплея по углам. Они в меру скруглены. И совершенно одинаково. Как сверху, так и внизу. А теперь для сравнения. Это Meizu 8X. Мощный зверь на Snapdragon 710. Недавно был на обзоре. Гляньте при желании. Ссылка будет в описании. Так вот, посмотрите на эти скругления. У многих смартфонов с маленькими рамками сейчас так. И по-другому никак. Если сверху в X8 такие же скругления, как и в Note 8, то снизу симметрия ушла погулять. И в общем, пишите в комментах, как вам нравится больше. Если взять задние крышки, то по стилистике исполнения они очень похожи. Только в X8 поликарбонат. С закосом под стекло. А в Note 8 металл. Едем дальше. Над экраном, кроме стандартных датчиков, кому важно, есть индикатор событий. Матрица дисплея сделана по технологии XO. Если коротко, то она, по идее, чуть более прозрачная, чем обычная. Значит, нужно меньше подсветки, а значит, больше экономия заряда. Олефобка отменная. 2,5D скругления есть. Разрешение Full HD+. Верхняя и нижняя яркость устроит, думаю, практически всех. Запас хороший. Есть разные настройки. Можно подправить температуру дисплея или применить защиту зрения. Очень глубокие и сочные цвета у него. Четкие шрифты при чтении. И вообще, трудно к нему хоть как-то придраться за эту цену. Приятно также использовать управление жестами, которое тут на этот раз хорошо реализовано. Опять вернусь к Meizu X8, в котором тоже есть управление жестами и все абсолютно то же самое. Но в X8 не все корректно работает пока что. Смотрите обзор. А тут все это допилено. С любой стороны, если сделать короткий жест, это шаг назад. Длинный жест. Домой. Если сделать длинный жест и задержать палец, вызовем меню запущенных приложений. Если так не нравится, есть стандартные кнопки Android. Или же одна кнопка M-Back. Короткое нажатие, шаг назад. Длинное, домой. А если рядом провести снизу вверх, запущенные приложения. Ну прям всем угодили. Дальше нас интересует, конечно же, начинка. В моем случае это 4,64 гигабайт памяти. И согласитесь, это неплохой вариант за 166 долларов. Процессор Snapdragon 632. Это далеко не топовый камень, а средний низкий сегмент. Тем не менее, он актуален. Облочка на нем шустрая. В конфигурации 4 гигабайта оперативы особенно. Задумчивости особо нет. Если будет иногда подлагривать, то только если открывать все и сразу. В самые тяжелые игры можно играть на средне-низких настройках. Так как видеоускоритель тут не самый навороченный. Adreno 506. Такой ставили еще в 625 Snapdragon. А вот игры попроще будет ворочать легко. При этом особо не нагреваясь. Но назвать его полноценной игровой машиной нельзя. Для игр берут смартфоны, начиная от Snapdragon 660. Оболочка Flyme 7160. Глобальная. Со всеми сервисами Google. Все работает как положено. Все достаточно удобно, интуитивно понятно. Не нужно битый час искать ту или иную настройку. Даже разблокировка лицом есть. Только вот пальцем быстрее. Ведь нужно нажать кнопку, а потом еще и провести по экрану. Это дольше, чем сканером. Про жесты я уже упоминал. Это очень классно, удобно. Это то, что недавно появилось. Оболочка действительно удобная. Единственное, что не так, это обновление. Вернее, скорость, с которой они выходят. Вон на X8 косяки до сих пор не спешат поправлять. Ох, мейзу. Также наставили некоторых сторонних игр. Половину из которых я уже удалил. А все потому, что пока я тестировал смартфон, заметил и жуткий жор батареи. В режиме ожидания. Причем симки не стояли, только Wi-Fi. И посмотрите на сеть в режиме ожидания. Заряд уходил по 12, а то и по 15% за ночь. Само собой ясно, что идет активное общение телефона с сетью. Потом я вставил симки, поудалял мусор и все стало на свои места. Раз уж о автономности заговорили, то емкость аккумулятора 3600 мА. Сразу скажу, что это не мало. И мне не приходилось искать розетку ближе к вечеру, сняв с утра его с зарядки. Если это серфинг, YouTube и браузинг. За 30 минут просмотра YouTube уходит 6% заряда. За 30 минут игр 9%. Это вполне нормальный средний показатель. За полчаса на зарядке от родного зарядного устройства он набирает примерно 30% заряда. А полностью заряжается за час 50-2 часа. Не такая уж и супер быстрая зарядка у него. Звук. Внешний динамик вполне хорош. С хорошим запасом по громкости. Но вот нижних частот можно было бы немножко больше. Разговорный динамик отличный и громкий. И меня слышно тоже хорошо. В наушниках звук имеет довольно неплохой запас по громкости и нормальное звучание. В родном плеере можно использовать пресеты и эквалайзер. Все нужные бенды, включая 20-й, глобалка конечно же поддерживает. Bluetooth в нем 4.2. NFC нет, что конечно же немного печально. Камера 12 плюс 5 мегапикселей. Вроде бы тот же сенсор, что и в Meizu M6 Note. Разница только в ПО. Снимает неплохо и достаточно светосильная камера. С апертурой f1.9. Интерфейс очень понятный. Сделали из окос под теле фотообъектив, что приближает за счет оптики в два раза. Правда это обычный программный зум. В режиме БК тоже можно делать неплохие кадры. Правда света для этого желательно побольше. Я бы назвал эту камеру твердым среднечком фото. А вот фронталка качеством не блещет по-моему. Я стою перед окном. Освещение предостаточно. Четкими данные фото назвать нельзя. Соответственно при низком освещении будет еще хуже. В видео смутило отсутствие хотя бы электронной стабилизации. Как в старые добрые времена. Тест съемки видео на смартфон Meizu Note 8. Оптической и электронной стабилизации нет. Full HD 30 кадров. При хорошем освещении качество в принципе и на ваших экранах. Большой минус в том, что нет никакой стабилизации вообще в данном смартфоне. Это уровень среднебюджетника скажем так. Ну что же, как итог скажу, что за цену 165 и ниже долларов, если это Алиэкспресс, вполне можно брать. Цены еще будут падать и за 155-150 долларов версия на 4.64 гигабайт будет просто отличным выбором. Страшных косяков нет. Отмечу прекрасный дисплей. В остальном твердый середнячок. И уже сейчас с неплохой ценой. Хотя отмечу, что на старте, как впрочем и всегда, цены были завышены. Смотрите на них в описании. Скоро будут еще интересные гаджеты. Безусловно, достойные внимания. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Всем пока, друзья. Ух ты, Мейзу на канале. А слабо что-то интересное на Снэмдрэгоне с NFC и не задорого. Дружище, ты читаешь мысли. Вот, в следующем выпуске. Снэмдрэгоне с NFC